Формулы тригонометрии. Если бы вы знали, сколько ошибок на ЕГЭ связано с тем, что какую-то формулу по тригонометрии применили неправильно, ну а в результате, сами понимаете, потеря баллов и не те результаты, которых вы хотели. Так вот, сколько же формул надо знать, чтобы решить любую задачу из части B, из части C? Многие преподаватели дают своим ученикам списки из, ну, я видела, 60, 70, 100 формул. Я считаю, что это слишком много. 100 формул выучить сложно. Я считаю, что лучше всего иметь некий базовый набор. Вот у меня это порядка 25 формул. Они разбиты на блоки. И вот каждый день, например, вы едете в метро или в автобусе, выучили один блок формул, потом вечером выписали по памяти, проверили, посмотрели, как это применяется, вы его знаете. Потом следующий блок формул, следующий. То есть не надо учить все 60 или вот сколько вам там в школе дадут, может быть, 100 формул сразу, неэффективно. Не надо пользоваться всевозможными справочниками или искать в гугле всякие экзотические формулы. Если вы ищете что-то уж очень экзотическое, какой-нибудь синус угла 5 альфа, скорее всего, без этой формулы можно обойтись и сделать проще. То есть 60 формул, я считаю, много. 1, 2 или 3 формулы слишком мало. А вот оптимальный набор порядка 25 формул. Самое главное – учить их постоянно. Не надо все откладывать на последний день или последнюю ночь перед экзаменом. Практика показывает, что никакого просветления в эту последнюю ночь не наступает. Совсем наоборот. Человек идет на экзамен, не выспавшись. Поэтому учите в течение года, применяйте. Вот эту шпаргалку вы сможете себе просто распечатать и ею пользоваться. Она у меня есть на сайте, который вы хорошо знаете. Сайт EgoStady. Они специально сгруппированы, вот эти формулы, по группам. Первая группа тригонетрических формул. Основное тригонетрическое тождество. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа равно единице. Мы еще посмотрим, как оно применяется. Например, так что, зная значение синуса, я могу найти значение косинуса и наоборот. То, что из него следует, формула для тангенса и катангенса. Дальше. То, что вы тоже хорошо знаете, мы с этого начали. Что такое тангенс и катангенс, и что их произведение равно единице. Отлично. Вот первый блок формул, а его, в общем-то, и учили.